я приветствую вас на канале повезушки с танюшкой и сегодня я хочу ответить на вопросы тега который называется визуальный мир ютуба автор вязаный стиль от анны ссылочку на автора я оставлю в инфобоксе поэтому кому интересен данный тег переходите знакомьтесь с автором а также отвечайте на данные вопросы мне очень понравились вопросы поэтому я решила записать ответы для вас надеюсь вам будет интересно послушать мои ответы также в ходе ответов на вопросы я буду вязать свой морской топ и вы также можете взять свое вязание и вместе со мной повязать первый вопрос как долго вы ведете свой канал вести свой канал я начала в 2000 на шестнадцатом году 19 февраля я открыла свой канал и уже получается что ведут третий год как вы открыли свой канал на ютубе например вдохновившись другими каналами или по рекомендации друга я свой канал открыла благодаря одной рукодельнице замечательной девушки которая ведет свой вязальный канал а также ведет вышивальный канал именно на вышивальном ютубе мы познакомились зовут девушку лена канал ее называется счастливая рукодельница леночка вяжет очень замечательные вещи она вяжет также на заказ и однажды мы с ней общались в контакте и она завела тему по поводу вязание и я ей сказала что очень давным давно я вязала сейчас не вижу но наверное мне очень хочется вернуться в те времена когда я вязала и попробовать что-то связать и я попросила у нее конечно же совета стоит ли мне открывать канал так как он на то время я вела вышивальный канал я не хотела как-то чтобы мои видео по вышивке и по вязанию были на одном канале поэтому я решила что если снимать видео по вязанию то снимать их на отдельном канале леночка меня поддержала и сказала конечно если ты умеешь вязать почему бы не делиться своими работами она сказала что я думаю что будет многим интересно смотреть и на твои работы по вязанию поэтому благодаря лени я начала вести свой youtube канал на вязальную тематику и так третий вопрос помимо вязальных тем если на вашем канале другие рубрики не связанные с вязанием нет на моем канале все рубрики связаны с вязанием и отдельный канал у меня есть по вышивке крестиком поэтому я думаю что немногим нравится когда каналы смешанного типа когда снимают например о декупаже и вязание или декупаж и вышивка или вышивка и вязание многие девочки приходят на каналы именно какой-то определенной теме то есть кому-то нравится только вязание они будут смотреть только вязание поэтому вот так четвертый вопрос делаете ли вы в конце каждого месяца отчеты о своих готовых работах я не делаю в конце каждого месяца отчеты потому что вижу я не так много и работ готовых за месяц и мне получается немного поэтому я делаю квартальные отчеты то есть за три месяца в течение трех месяцев я вижу и затем уже снимаю видео о готовых работах где делюсь тем что я навязала за квартал пятый вопрос если на вашем канале мастер-классы на моем канале в основном одни мастер-классы я знаю что это не очень хорошо он что блогер должен общаться со своим зрителем и для этого он должен снимать какие-то теги теги влоги ответы на вопросы для того чтобы зрителю было интересно и он мог знать поближе именно блогера как человека чтобы мог с ним общаться не только по какому-то мастер-классу то есть по каким-то техникам вязания а именно о о жизненных каких-то вопросах о личных вопросах мне самой лично интересно смотреть каналы где есть и теги и ответы на вопросы и какие-то болталки поэтому я и сама планирую в дальнейшем снимать больше тегов влогов я думаю что многим зрителям будет интересно узнать обо мне что-то новенькое и так шестой вопрос как изменилась ваша жизнь с появлением ютуба или никаких изменений не произошло жизнь моя изменилась она стала более насыщенная то есть для того чтобы снять для вас видео я стараюсь больше вязать также уделяю много времени мастер-классом раньше если я могла связать вещь и спокойно носить то и без мастер-класса связать намного быстрее кто снимает мастер-класс тот знает поэтому стало больше времени уходить именно на съемку на монтаж поэтому иногда приходится жертвовать каким-то отдыхом не досыпать стала болеть очень сильно спина когда обследовалась поликлиники выявили у меня остеохондроз но скорее всего что он появился у меня не от вязания а от вышивки так как я раньше очень много времени уделяла вышивки могла сидеть по 10 часов не поднимая головы поэтому я сама себе заработала данную болячку за что конечно же себя немного виню и теперь стараюсь как-то разбавлять свое творчество то есть повязала например пару часиков затем пошла готовить кушать повязала еще пару часиков пошла помонтировала видео и так я совмещаю свое хобби и домашние дела седьмой вопрос появилась ли у вас больше друзей коллег по вязанию с появлением канала конечно же друзей у меня стало очень много я благодарна девочкам которые участвовали во всех моих совместных проектах мы до сих пор поддерживаем с ними дружбу общаемся в контакте также поддерживаем друг друга в инстаграм и конечно на youtube девочки меня поддерживают каждое видео они постоянно просматривают поддерживают меня лайком комментариям девочки спасибо вам огромное без вас да я конечно одна бы не справилась так как умеющийся на канале более двадцати двух тысяч подписчиков я очень конечно этому рада я никогда не думал что я достигну таких показателей это высокий показатель для меня поэтому всем своим подписчикам хочу сказать огромное спасибо что вы у меня есть я вас всех люблю всех ценю за то что вы у меня есть и был мне самые лучшие 8 вопрос если у вас отдельное место для съемок видео или снимаете видео в разных местах да у меня есть отдельное место для съемок теги и какие-то болталки я снимаю в зале окна чтобы свет был более или менее качественный а мастер-классы я снимаю на кухне у меня рабочий стол с белой поверхностью поэтому я всегда снимаю мастер-класс там с какой периодичностью снимаете видео делаете ли себе перерыв или отпуск я снимаю видео по мере необходимости то есть если я вижу что-то я вижу до определенного момента когда мне нужно идти например записывать кусочек видео поэтому я вижу и потом снимаем я никогда не выкладываю части видео пока умение готовы изделия и считаю это верным так как по исходу может случиться такое что изделие не получилось поэтому я выкладываю видео только тогда когда у меня мастер-класс полностью готов я монтирую видео по частям и выкладываю на ю тубе мастер-классы я выкладываю не в определенные дни а в те дни когда например готов монтаж и видео залито на youtube тогда я его и выставляю но сейчас у меня вот как проходит совместный проект я стараюсь по вторникам средам выставлять отчетики то есть итоговое видео по результатам тогда конечно я стараюсь выкладывать видео именно раз в неделю вторник или в среду а когда я не провожу совместные проекты не участвую нигде нет обязательных отчетов тогда я могу снимать видео и выкладывать в то время когда я посчитаю это нужно десятый вопрос помимо youtube в каких соц сетях можно вас найти чаще всего я в контакте ссылочку на эту соц сеть я оставлю на свой профиль а также я есть в инстаграме ссылочку на свой инстаграм я также оставлю в инфобоксе кому интересно переходите и подписывайтесь 11 вопрос по вашему мнению чем youtube отличается других площадок профилей или соц сетей ну во первых это тем что здесь можно снимать мастер-классы выкладывать видео первую очередь youtube это видео площадка остальные соц сети они идут более как для общения или если есть поделиться чем-то то там в основном идут только фотографии картинки и здесь все же площадка для видео 12 что является основной темой рубрикой вашего канала мастер-классы влоге болталки обзоры пряжи другое конечно основная тема моего канала это мастер-классы так как я снимаю мастер-классы на все практически что я вижу 13 вопрос знакомы ли вы лично с блогерами или может быть с вашими подписчиками я знакома и с блогерами и с подписчиками знакома с настей с анастасией кривопишиной и с яной дымской девочки приезжали в мой город я живу в городе витебск беларусь и мы отлично с девочками пообщались и провели время поэтому девочки вам привет если вы мне смотрите приезжайте в гости еще ссылочки на канала девочек я оставлю у яночки есть свой канал youtube она отличные снимает мастер-классы поэтому я думаю вам будет интересно у настеньки также есть свой канал но пока видео она не снимает поэтому просим настя присоединяйся и снимай поскорее для нас видео будем тебя смотреть и писать тебе комментарии ставить пальчик вверх 14 вопрос порекомендуйте зрителям интересные вязальные каналы я оставлю этот вопрос на конец и затем я посоветую вам каналы и 15 вопрос ваши пожелания рукодельницам которые хотят но не решаются открыть свой канал на youtube я желаю всем девочкам которые занимаются рукоделием и желают открыть свой канал открывать не бояться ничего первое время будет конечно же страшно будет и стыдно и страшно одновременно так как мы всегда стесняемся своего голоса то нам кажется что мы не так выглядим как бы нам этого хотелось или мы не так говорим как нам этого хочется но со временем вы привыкнете научитесь всему будете учиться на своих ошибках кто-то вам укажет на ваши ошибки поэтому не бойтесь пробуйте снимаете мы будем рады видеть новых блогеров на вязальном канале будем рады видеть интересные видео болталки теги и будете показывать то что вы вяжете я думаю многим нравится рубрика когда мы показываем свои готовые работы но и вязание я отложу и сейчас я расскажу о каналах которые я смотрю и которые считаю интересными во первых я считаю их интересными и когда выходит видео на данном канале я постоянно их смотрю первый канал это алина вяжет уже многие знают алину второй канал это мария в.д. машу тоже многие знают я люблю ее болталки третий канал татьяна кельмяшкина таню тоже наверное многие знают она очень добрый и простой человек с которым легко общаться далее вязание стиль жизни это маргаритка ритка маргаритка привет тебе маргарита 5 канал алена пара щенка очень люблю смотреть ее болталки валентин к в я думаю тоже валю многие знают далее школа вязание светланы коломеец это вообще хихихаха вечно света жизни радостная оптимизм люблю рассмотреть потому что заряжаюсь позитивом становится весело и интересно всегда смотреть и слушать ее рассказы о вязание далее мама вяжет даша оля банифатова она вяжет замечательные игрушки и не только игрушки но мне нравятся маленькие игрушечки мишки зайки потрясающие далее лена котикова очень интересный насыщенный канал интересно слушать и конечно же интересно смотреть мария шпакова у нее интересные влоги умеет говорить девочка поэтому кто любит такие болтологические видео то заходите также смотрю ирину маркелову нравится ее рубрика жизнь прожить не поле перейти очень интересно нравится ее болталки рассуждения анна паул елена добрынина вязание у леночки своя мастерская лена очень талантливый человек поэтому также рекомендую посмотреть ее канал юлия елфимова ирина лазукина лена яре лена очень веселый человек постоянно улыбается мне очень нравится смотреть ее видео также канал бобин творчество с доставкой бобин я смотрю самого начала у них также интересные обзоры сейчас мне нравится смотреть видео о том как они раскрывают по ссылке которые приходят именно возврат очень интересно секреты вязания от ирины акман и ручку я смотрю достаточно давно анжелика шутова вяжет также потрясающие вещи они так нет анечка привет тебе очень добрый милый человечек 22 канал это вязание амигуруми с эмили фриман многие ее знают я смотрю канал так как она завораживает своей какой-то необыкновенной оригинальной красотой также смотрю екатерину сап настю рынашка смотрю настенька тебе привет ирчик бай ирочка привет лину сергиенка или на очень добрый милый человечек видно что или на очень скромная вяжет ли на также замечательные вещи яночка дымская привет еще раз я навяжу замечательные игрушки без подобных зайчиков мишек заходите смотрите равенто хендмейт танюша далее вяжем слонови также у свет и замечательный канал вивикики века привет века тоже очень умелый человечек вяжет замечательные детские вещи мне очень нравятся работы вики далее счастливая рукодельница это моя леночка лен привет 32 канал сани ниц девочки также снимали классные видео но сейчас они почему-то пропали ждем с нетерпением новых видео далее магия вязания катюша привет с удовольствием смотрю твои болталочки и повязушки очень интересно все минолись а также смотрю алесу она интересно рассказывает о моде вязание 35 канал я вижу наташа очень умеет классно говорить я заслушиваю сию видео поэтому и вам рекомендую посмотреть 36 канал это мария нет машенька также машенька привет татьяна диаре танюша привет галю не вяжет галя давно уже видео не снимала галя ждем твои видео привет олеся б 52 олесенька ждем твои видео и как казакова рыжий кот екатерина соловьева катюша привет рукодельная мама марина мариночка привет тамара воеводина томочка привет маргарита вк кристина абрамова зефирное кружево бота давно не видела твоих видео ольга кондратьева саша му и нитгран наташа привет этих девочек я смотрю в первую очередь подписана я конечно же на большее количество каналов но эти каналы я смотрю в первую очередь когда девочек появляются новые видео я постараюсь ссылочки на все каналы оставить у себя в инфобоксе поэтому кому интересно посмотреть девочек познакомиться с их творчеством я рекомендую подписаться и смотреть с удовольствием их видео я думаю что вы не пожалеете для того чтобы добавить ссылочки на канала девочек я знаю что уйдет немало времени но я все-таки хочу это сделать и сделаю для того чтобы вам было проще найти эти каналы подписаться на них никогда не жалейте времени на то чтобы поделиться с нами своими любимыми блогерами если вы используете какой-то мастер-класс и либо же воспользовались чем-то советом то я думаю что вы должны оставить ссылочку на тот канал который вам интересен вам будет не трудно а блогеру будет приятно поэтому дружите уважайте друг друга цените работы друг друга если я не оставила ссылочки на какие-то каналы которых я смотрю то девочки прошу вас прощения если я вспомню я обязательно расскажу о вас в следующих видео но на этом все всем пока-пока и до новых встреч а